Всем привет! Вы снова на канале Cherry LPS и я решила снять очень актуальный, тематический и такой атмосферный осенний тег, который называется Halloween, потому что очень скоро этот праздник, если не ошибаюсь, в конце месяца. Во всех вопросах этого тега я расскажу, как я отношусь к Хэллоуину, что я о нем думаю, поэтому давайте приступать. Ну а от вас я жду в комментариях, как вы относитесь к этому празднику. Первый вопрос тега. Праздновали я Хэллоуин? Я хорошо помню, что в детстве мы с подругой ходили в библиотеку местную и там были разные интересные мероприятия и конкурсы по поводу Хэллоуина. То есть там давали призы какие-то, какие-то конкурсы, песни, ну все такое, для детей устраивалось. И я помню, мы даже простыми красками, акрил, акварелью, красили себе на лице какие-то рожицы или еще что-то, чтобы быть типа монстриками. Я помню себе клыки постоянно подрисовывала, еще что-то, хотя можно было бы попробовать купить именно краски для лица, потому что обычные краски вредны для лица. Но мы как бы до этого не додумались, мы красили обычными красками. Правда, все вроде бы обходилось нормально, но нам это нравилось. Хотя я не помню, чтобы мы каждый год так делали, но я помню, что раза два-три я в детстве точно ходила на такие мероприятия и красила лицо красками. Ну вот так вот получалось. Мне нравилось, было классно. Единственное, что знаете, очень классно в Хэллоуине, это когда вот заходишь в магазин, а там такая атмосфера сразу праздника, то есть разные украшения, аксессуары, одежда. Ну это классно, правда, это прикольно. Иногда даже хочется что-либо купить, но я в этом году ничего не покупала, да и в прошлом тоже, поэтому я его не праздную, повторюсь. Следующий вопрос, случались ли со мной мистические какие-нибудь случаи? Знаете, вот самый смешной случай мистический, но он смешной, даже вот особо мистическим его и не назовешь. И так, наверное, бывало у каждого, когда ваш кот, кот, кошка, неважно, вот он сидит, допустим, там играет, кушает, а потом резко смотрит в одну точку, а в квартире, например, или в комнате, допустим, только вы и этот кот, и там ничего не происходит, но он смотрит, будто бы что-то видит, но я ничего не вижу. Вот это реально страшно, такое чувство, что кошки, если не видят потусторонние миры, или они видят то, чего не видим мы, это очень странно и жутко смотрится. Следующий вопрос, люблю ли я монстров? Я не люблю страшилки, не люблю какие-нибудь страшные там фильмы, ужастики, нет, не люблю, но мне нравятся мультики про монстров, и их уже столько придумали, что просто даже перечислять трудно, потому что эти мультики, они тоже добавляют атмосферу Хэллоуина, например, «Монстр Хай» я смотрела когда-то, например, «Монстры на каникулах», и недавно я смотрела мультик про школу, где учились дети-монстры, но не «Монстр Хай», там были совсем маленькие дети, и у них были родители-монстры. И там, получается, они днём были обычными детьми, а когда солнце садилось, они становились монстриками, например, там «Мальчик-вампирёнок», «Мальчик-франкенштейн» или «Мальчик-зомби», ой, то есть «Девочка-зомби», ну вот тоже есть такие, есть такой мультик. А страшилки именно фильмы я не люблю. Следующий вопрос, верю ли я в мистику? Нет, я в это не верю и даже не интересуюсь мистикой, нет. Следующий вопрос, как родители относятся к мистике? Моя мама, например, очень сильно любит что-нибудь про мистику, фильмы, журналы. Например, она смотрит «Битвы экстрасенсов», недавно она посмотрела фильм, который называется «Медиум», он очень интересный, и там про женщину, которая видит будущее, читает мысли и общается с призраками. Это российский фильм, это не американский фильм, но он очень-очень сильно интересный, я советую вам посмотреть. И также мы с мамой смотрим сейчас фильм, называется «Тайну Лили», тоже про мистику. Так что моя мама, она очень это дело любит, очень. Следующий вопрос, люблю ли я Криби-пасту? Если я не ошибаюсь, то это какие-то ужасы. А как я уже говорила, ужасы я не люблю. Не люблю, честно. Я помню, у меня в школе была одноклассница, которая, ну, дико обожала все эти фильмы, ужасы, все эти страшилки. Она очень их любила и даже мечтала пойти на фильмы «18+, где какая-то страшилка». Но я не понимаю такой любви, честно. Еще один дико жуткий вопрос, была ли я когда-либо на кладбище ночью? Конечно, нет, это невозможно, мне кажется. Только годы могли бы побывать на кладбище ночью, а я вряд ли. Ну, как это возможно? Вот как? Представьте себе, это жутко. Мне даже было бы стрёмно просто прогуляться ночью по городу, потому что, ну, мало ли что может произойти. Ну, еще и на кладбище нет. Следующий вопрос, верю ли я в домового? Нет, ребята, я в него не верю. Я знаю, что есть люди, которые реально верят, я так думаю, что есть. Но я не верю в то, чего не вижу, правда. Хотя при этом, если мы чего-то не видим, это не значит, что этого нет. Ведь, может быть, среди нас есть какие-то потусторонние существа. Может быть, наш мир не до конца изведан и изучен. И вдруг мы не одни такие. Мы думаем, что только мы существуем, но вдруг действительно существуют. НЛО, домовые, там, призраки, вампир, я не знаю. Возможно, мы просто не можем в это поверить, потому что мы верим только в тех, кто реально живой. Ну, честно, я не знаю. Следующий вопрос, боюсь ли я своего отражения в зеркале? Нет, я не боюсь, потому что в этом ничего страшного нет. Хуже, когда нет отражения в зеркале, как у вампиров или у призраков. Вот тогда стоит бояться. Следующий вопрос, верю ли я в НЛО? Нет, на самом-то деле я не верю в НЛО. Я много раз слышала, что, типа, мы появились на Земле благодаря НЛО, вот и всё такое, где-то я тоже это читала. Но я в это не верю. Возможно, конечно, как я уже сказала, наш мир не до конца изучен. И существуют какие-то потусторонние существа, кроме нас, живых. Но я лично, лично я в это не верю. Вы можете верить. Следующий вопрос, была ли я на заброшенном доме? Нет, не была. Я знаю, что есть очень много блогеров, которые снимали видео, будто они на заброшке видели призраков. Я так думаю, эти видео были когда-то очень сильно популярны. Но мне кажется, что на заброшке страшновато. Да ещё и потому, что это аварийное место. Это старый дом, и он даже может обрушиться. Поэтому я бы не хотела бы там побывать. Хотя, знаете, со стороны, в принципе, со стороны, старые дома бывают очень красивые. Просто в большинстве случаев заброшенные дома, это старинные дома. Следующий вопрос, боюсь ли я оставаться дома одна? Нет, никогда не боялась. Считаю, что это не страшно. Это были все вопросы. Вы были на канале Cherry LPS. Огромное спасибо всем за просмотр. Я вас жду в комментариях, чтобы вы написали, как вы относитесь к Хэллоуину. Если хотите, то подписывайтесь на канал. Я вас люблю. До новых видео на канале Cherry LPS. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин